Надежда Синюгина работает психологом уже 7 лет и чувствует, что это ее призвание. Прийти на помощь, когда это нужно, подобрать правильные слова, откликнуться на беду другого человека. Профессионалы учатся этому годами. Я думаю, психолог в первую очередь должен обладать эмпатией, то есть способностью вчувствоваться в другого человека, но при этом оставаться на своей позиции, позиции помогающего специалиста. Второе – это интерес к людям и, конечно же, интерес к науке, потому что очень важно в своей работе использовать только научные подтвержденные методы. Надежда отмечает, количество тех, кто приходит за профессиональной помощью, с каждым годом растет. В основном люди пытаются решить проблемы в отношениях с родителями или партнером, побороть свои страхи, понять внутренние травмы, найти цель и смысл жизни. За последние два года увеличилось количество клиентов с тревожными расстройствами, с депрессивными расстройствами. Это связано с тем, что события в мире ставят всех нас в ситуацию неопределенности. А это для человека очень тяжело переносимо, потому что нет опоры, нет будущего, в которое бы он смотрел и чувствовал себя спокойно. Но не всегда люди готовы идти за помощью к профессионалу. К тому же это не дешево. Многие куряне ищут свои пути разрешения тех или иных трудностей. А если испытываете какое-то волнение, тревогу, ну вот что-то случилось, как успокаиваете себя? Валерианку пью. Просто сама успокаиваюсь. Поговорю с подругой. Лег спать, утром проснулся, уже ничего нет. За домашнюю работу энергично все проходит. Ну, себе говорю, послушай, у других еще хуже, чем у тебя. Это же не конец жизни. Завтра будет новый день, завтра будут новые проблемы, завтра будут новые, может быть, удачи, неудачи, взлеты, падения. Как-то становится легче, лучше. Полезными знаниями каждый месяц старается делиться и наш телеканал. Ответы на важные вопросы журналист Сейма ищет вместе с профессионалом. В программе психолог и я. Диана Горяйнова, Владислав Соборев, Алексей Еременко. События дня. Продолжение следует...